Здравствуйте, меня зовут Евгения Кузнецова и я веду нежную нейрофизиологическую гимнастику по методу Фельденграйза. Сутулость в теле копится очень легко, в силу того, что у нас накапливаются вредные привычки, такие как сидение перед экраном монитора, вглядываясь в мелкие буквы, или вождение машины, или рассматривание каких-то мелких деталей в экране телефона. Шея транслируется вперед, теряет свою естественную выпуклость, дуги, и от этого в механику подвижности вовлекается и верхний грудной отдел позвоночника, потому что шея функционально продолжается до четвертого грудного позвонка. При таком вынужденном положении шеи вперед, лопатки оттопыриваются назад, верхние грудные позвонки фиксируются один относительно другого, плечи заворачиваются вовнутрь и даже утопает нижняя челюсть назад. Все это фиксирует тело в вынужденном положении, не давая возможности шее выпрямиться обратно вертикально. Поэтому очень важно, работая с сутугостью, учитывать механизмы ее возникновения. При таком вынужденном положении головы и шеи происходит потеря эластичности мышц и связок. Они не способны выполнять свою функцию. Появляется боль, усталость, напряжение. Для сутулости, связанной с напряжением в шейном отделе, характерна и неустойчивость, и появление немоты, и похолодение рук. Это очень неприятное состояние. Поэтому важно не накапливать эти дискомфортные ощущения и вовремя уравновешивать напряжение сутулости, связанное с шейным отделом позвоночника. Уроки движения по методу Фильденкрайза призваны восстановить подвижность как шейных позвонков, так и грудных, развернуть плечи, уравновесить лопатки относительно грудной клетки, уравновесить прикусные взаимоотношения относительно шеи и снять напряжение со стороны зоны шейно-грудного перехода. Присоединяйтесь к урокам движения по методу Фильденкрайза на сайте findenкрайз.спб.ру